В городской библиотеке состоялось увлекательное мероприятие – юбилейная пятая «Библия-ночь». Данное мероприятие было организовано в эко-стиле. Посетителям было представлено множество мастер-классов и увлекательных занятий, которые никого не оставили равнодушными. Увидеть всё своими глазами посчастливилось и нашей съёмочной группе. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот уже в пятый раз в нашем городе проходит общероссийская «Библия-ночь». Сотрудники библиотек сами выбирают тематику данного мероприятия. В этот раз оно было посвящено Году экологии. В нашей библиотеке сегодня она превратилась в различные площадки. У нас есть площадка, где салон красоты, где женщины могут найти по душе себе красивые глазки, красивые губки сделать. То есть экология – это же экология понятия такое большое, да? Экология души, экология тела, красоты. И сегодня у нас вечер в эко-стиле. В ходе мероприятия нескончаемую очередь собрали детишки, желающие сделать себе аквагрим. И это неудивительно, так как данная процедура дает возможность на время перевоплотиться в любимого сказочного героя, животное, или просто украсить собственное лицо узорами. Так на «Библия-ночь» самым популярным украшением стали тигрята. Мне сделали аквагрим, я тигр. Ага, и как тебе? Расскажи, долго делали? Ну, не знаю, где-то минут 20, наверное, или 10. Ты себя уже видела в зеркале? Да. Да, и как тебе впечатление? Понравилось. Мне здесь очень надо. Отметим, возможность сделать себе грим была не только у детей. Так на мероприятии можно было почувствовать ароматы парфюма из экологически чистых материалов. А в одной из комнат библиотеки открыли целый салон красоты, в котором специалисты по косметике рассказали, как правильно делать макияж, и раскрыли секреты ухода за своим лицом. Вот Лена меня накрасила уже, мне все нравится. Ну, просто интересно, как это все делается, и можно также поучиться и узнать что-то новое. В этот вечер в библиотеке была возможность раскрыть в себе абсолютно любые творческие способности, независимо от возраста. Так, на одном из мастер-классов детишек учили делать полезную и нужную вещь при работе с книгами. Мы делаем книжные закладочки, чтобы дети знали, что с книгой нужно обращаться аккуратно. Вот, смотрите, какие я вам приготовила красивенькие шаблончики. Мы будем их приклеивать потом на наши закладочки. Мне очень понравилось все, особенно когда мы делали закладки. Это очень интересно. И мне еще понравилось, как девочки пели. Мастер-класс по лепке из соленого теста собрал множество желающих. Это увлекательное занятие, способное доставить массу удовольствия как маленьким непоседам, так и взрослым. Тесто – превосходный податливый материал, из которого можно изготовить массу интересных поделок и подарить их своим близким. Компания веселая, занимательная, но дети очень, я вижу, заинтересованы, им нравится. Может, это очень? Так что единственное, что мало времени и мало здесь возможностей развернуться. Детей много хотела бы заниматься. Я хочу сделать сердце и хочу подарить маме. Здорово. Как скажете, тебе сердце нравится лепить, не нравится как? Очень нравится. Это же лучше, чем из глины. Я делаю цветочек, мне очень нравится лепить. Основная тема юбилейной пятой библионочи касалась экологии во всех ее проявлениях. На мастер-классе по вязанию крючком все желающие могли научиться изготовить самые настоящие комнатные растения. Так, петля за петлей из рук руководителя занятия появлялись маленькие цветы, которые не требуют полива и дополнительного ухода. В библиотеке также была возможность научиться одному из относительно молодых видов рукоделия – плетению из бумажной лозы, что помогает экологично использовать ненужные газеты, а также приобрести в процессе изготовления красивые предметы для дома. Бегаю туда-сюда, смотрю, очень интересно и в городской, и во взрослой, и в детской. С удовольствием бы полепила, там закладки поделала, хватает этого на работе. Делала лозу из газеты, с первого раза получилось. Наверное, может быть, возможно, когда-нибудь попробую что-нибудь сделать сама. Отметим, сотрудники библиотеки приглашали не только фокинских мастеров, но и специалистов из других городов. Так, на «Библионочи» была представлена выставка 3D-снимков владивостокских фотохудожников. Надевая специальные очки, перед посетителями выставки открывался удивительный мир сказочных картин. Отметим, данное мероприятие проходило довольно интенсивно и отнимало множество сил. Так, во время отдыха посетители «Библионочи» могли выпить чашечку чая, прикоснуться к миру природы и пообщаться с животными, а также послушать приятную музыку в исполнении сотрудников и воспитанников детской школы искусств. «Запомнилось, наверное, в открытии, когда пели дети. Да, встретила там девочку с моего первого выпуска. Было очень приятно». «Мероприятие мне очень понравилось, потому что здесь все собрались, все интересно. Сегодня была тема насчет экологии. Были показаны некоторые мультики насчет, как себя вести в лесу, почему нельзя вредить и много чего другого». Подводя итоги сегодняшнего мероприятия, хочется сказать следующее, что наша библиотека слишком мала для того, чтобы вместить все многообразие тех мероприятий, которые прошли за сегодняшний день. Потому что каждый человек и взрослый ребенок может найти для себя массу полезного и интересного. Поэтому каждый год нужно посещать «Библионочь», которая оставляет только самые приятные впечатления. и в течение всего месяца «Библиотека».